Привет! Записываешь, нет? Да, да, запись пошла. Так, ну что, зовут Евгений, да, кто не знает, но скорее всего все знают. Выступление, вообще мой блог примерно будет полчасовой, то есть дольше не задержу, и он будет в большей степени рабочий. Поэтому я вас попрошу сейчас достать калькуляторы. Пока вы достаете некоторые вводные. Ну, сразу говорю, считать будут все, то есть один момент я покажу, а дальше вы будете сами все просчитывать, чтобы было понимание. Некоторые вводные, получается, по поводу данного блока, да, ну, такие вот тезисы, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Первый, это значит, любой бизнес должен приносить деньги, кто с этим согласен. Но если чем-то заниматься, то, соответственно, прибыль нужна. Вот сейчас этот момент рассмотрим, где действительно деньги здесь закопаны в этом бизнесе, в каком направлении копать. И второй момент, тоже тезисный, который мы сегодня будем рассматривать, это такая вот формула ответственность плюс эффективность равняется результат. Сейчас в процессе нашей встречи я поясню каждую составляющую по поводу результата. Вот здесь я не написал в плане результата деньги, там, путешествия, карьерный рост. Вот каждый приходит за каким-то своим результатом. Поэтому вот здесь вот вы уже сами решаете, что в плане результата. Но в основном, если общую массу спросить, да, люди, кто регистрируют, скорее всего, это увеличение дохода, соответственно, и как правило, это больше от 50 тысяч, 60 тысяч, то есть в 2-3 раза больше, чем они зарабатывают, хотят они зарабатывать от этого бизнеса. Дальше, тоже вводные. Кому это знакомо? Ну, здесь может слабо видно, это процентная сетка, да, по карьерной лестнице. Сейчас она нам нужна будет в активных боевых действиях, скажем так. Дальше, ОП, это объем продаж. Один балл бонуса по объему продаж равен 34 рубля. ПЦ, это потребительская цена. Один балл бонуса от потребительской цены, это просчитывать, это 50 рублей. То есть вот здесь нету несостыковых, все понятно. ОП, это меньше, чем потребительская цена, поэтому курс балла по отношению к ОП, он меньше, чем по потребительской цены. Это важно для просчета. Так, ну что, начнем. Все регистрируются, и какой посыл человеку идет, тот, кто зарегистрировался, да. Ты регистрируйся, мы работаем командой, мы тебе поможем, тебе нужно отстроить первую группу, а эту первую группу, возможно, мы будем помогать тебе отстроить. Ну, у каждого своя идея следующая. Каждый новичок понимает, что ему здесь помогут, и что он попадет в первую команду, в директорскую ветку, и ему также будут помогать. И, возможно, кто-то из вас произносит такие фразы, да, я тоже слышу, я их тоже применяю, да, что в любом случае эта ветка будет на уровне директора, соответственно, будет расти по карьерной лестнице. И когда мы позиционируем уровень директора человеку, то это доход 30-40 тысяч. На самом деле, когда он выходит на уровень директора, малоактивный, а медный такой, скажем так, в плане ну, ответственности за личный результат, то получается то, что там этих денег нет. У кого-то уже были вопросы, когда ваши новички вам задавали, ну, у кого есть уже структура, вам задавали вопрос, а почему вот такие маленькие начисления. Было такое? Было. Вот здесь я обычно показываю такую вещь, чтобы не было розовых очков. Вот первая команда, она предназначена для того, чтобы человек отточил уровень ответственности по отношению к своему бизнесу, и второй смог эффективно применять те знания, которые ему дадут на первой команде. Если он не будет повышать уровень ответственности и эффективность, эффективность это достижение результатов с минимальными затратами по-другому. Как работает первая команда? Это важно понимать, чтобы ни у одного новичка не было лишних иллюзий, не было расстройств. Когда новичок пришел один, когда вы пришли в бизнес один, вы сделали первый раз 150 болгонцев. 150 болгонцев. Я сейчас буду по просчетам, вот первую ветку я полностью распишу, да, какие начисления. Дальше мы уже будем с вами работать в команде. Что получает человек, когда он сделал 150 болгонцев? Ну, самое первое, это 5% с потребительской цены. Всем это знаком, пример клуб, то есть 5%. Как это просчитывать? Все просто. 150 умножаем на 0, 0, 5 на 5% и умножаем на курс баллов. 50. 50 рублей. Дальше, что получает еще человек в виде вознаграждения, если он один и сделал свои 150 болгонцев. Это 3% по сетке премиальных. Скорее всего, это всем знакомо. 150 умножаем на 0, 0, 3 и умножаем на 34. Здесь я просто уже выводы сделаю, да. Первое, это у нас 375 рублей. 375. И второе, это 153 рубля. 153 рубля. Суммарно человек заработал за 3 недели 528 рублей. 528 рублей человек заработал суммарно. Понятно, что эту сумму растет, если он делает 200, 250 баллов и так далее. 528 рублей заработал, не считая розничной продажи, если он, соответственно, ну еще по каталогу, да, что-то продает. 528 рублей. Предел мечтаний, как вы думаете, ну человек, кто зарегистрировался. Скорее всего, нет. Поэтому, что он делает? Он начинает рекрутировать на первом этапе командной работы. Мы ему помогаем. 2, 3, 5 ключевых партнеров. Ему нужно найти в любом случае. Второе, если он зарегистрировался, сделал 150 балл бонусов, 150 балл бонусов, и, и, и внизу группа у него дала объем 300 балл бонусов. То есть, он кого-то пригласил, я кого-то пригласил, как наставник, да, зарегистрировал, но в итоге у него какая-то группа сформировалась и внизу дала она объем 300 балл бонусов. Ну, понятно, по цепочке, да, это сумма. 300 балл бонусов. Что человек в данном случае зарабатывает? Ну, давайте смотреть. Он вырос по карьерной лестнице. Почему? Его 150 плюс 300, это 450 балл бонусов. Он вышел на уровень 6%. 6%. Если его отсечь 150 балл бонусов, то вся ниже стоящая структура, вот эта вот ветка, да, она дала оборот 300 балл бонусов. Это соответствует чему? 3%. 3%. Этот человек, как будущий лидер, как действующий лидер этой структуры, возможно, да, зарабатывает разницу между его процентным уровнем и процентным уровнем ниже стоящей команды. В данном случае 6 минус 3, 3%. 3%. Давайте посмотрим, как изменились его доходы. Ну, по идее, забегая вперед, скорее всего, никак. Вот эту вот формулу я прописывать не буду. Подразумеваем просто, что 375 рублей, если он делает 150 балл бонусов, это на автомате. Окей? Я просто вот здесь вот запишу 375 рублей. Это премьер-клуб. Дальше. Что он зарабатывает? Он зарабатывает следующее. Он находится на уровне 6%. Он лично сделал свои 150 балл бонусов. Компания с его оборота личного, так как он находится на 6%, выплачивает ему 6%. То есть с его 150 он находится на уровне 6%, он зарабатывает те же 6%. Не сложно? Нормально. То есть умножаем на 0, 0, 6. И курс, соответственно, балл у нас составляет 34 рубля. 34 рубля он составил. Дальше. Он строит команду. За его действие, за его работу фирма ему должна заплатить. Это договор, это маркетинг-план. Соответственно, с оборота команды, где находятся 300 балл бонусов, что происходит? Он зарабатывает разницу. 300 умножаем на 0, 0, 3 и умножаем на 34. Равняется. Вот эту цифру точно понятна разницу в уровне. Есть те, кто непонятны кому? Еще разочек. Еще разочек. Да? Я вникалью. То есть, смотрите, получается, вот ниже стоящая команда дала оборот 300 балл бонусов. 300 балл бонусов соответствует 3%, потому что до 450 не дотягивает. Даже было, если 449, это все равно 3%. 3%. Если к 300 балл бонусу приплюсовать его 150, это в любом случае 450, математик, 6%. Значит, есть разрыв в уровнях. Если есть разрыв в уровнях, значит, вот с этого оборота с команды, фирма выплачивает 3%, потому что разрыв в уровнях существует. Мы зарабатываем с разницей в уровнях. Как было сегодня сказано вышестоящими спикерами, которые до меня были, да, то есть халявы нету, соответственно, зарабатываем с разницей в уровне. Ну и, соответственно, я нахожусь на 6%, моя команда на 3%, я зарабатываю с оборота команды, 3%. 6 минус 3, это 3%. Вот, несложно. Что в итоге? А итоги 306, 306. 306, 306. Суммарно человек за каталог заработал 987 рублей. 987. Опять же, без разницы в продаже. 987. Как я и сказал, сумма кардинально вообще не изменилась. У него, соответственно, 528 здесь, здесь 987 тоже не предел мечтаний. Что произойдет дальше? А дальше интересная вещь произойдет. Смотрите на примере. Он, опять же, сделал свои 150 балбонусов. И, предположим, команда у него сделала вот здесь вот 450 балбонусов. 375 рублей, железно, премьер-клуб. 375 рублей. Дальше. Его команда на каком уровне находится по сетке премьер-клуб? 6%. 6%. 450 плюс 50. Сколько? 600. Это соответствует 6%. Хорошо. 6 минус 6. Сколько? 0. Соответственно, с этой группы фирма ему не уплачивает. Он не удержал разницу. И он только заработает. 150 умножаем на 0,06 и умножаем на 34. Откуда 0,06? Его 150 балбонусов. Он находится на уровне 6%. Он зарабатывает такую сумму. Это соответствует 36 рублей. То есть, суммарно, в данном случае, он зарабатывает 681 рубль. 681 рубль. Обратите внимание, в сумму плавают практически разница 300, там, сколько-то рублей. Что происходит дальше? Я хочу до конца эту сетку премиальных расписать, потому что вот, когда человеку полностью показываешь, когда он выходит на уровень 22 и зарабатывает 1000-2000 рублей, у него вообще несостыковка получается. На самом деле, эту несостыковку нужно было вот здесь вот еще убирать. Нам как наставникам. Четыре. Четвертая ситуация, да, он опять же делает 150 балбонцев. Нижняя команда у него дает оборот 750 балбонцев. Суммарно это соответствует чему? 9%. Он вышел на уровень 9%. 750 плюс его 150 это уровень 9%. 9%. 750 балбонцев команда это 6%. Соответственно, 6%. Разница в уровнях есть? Разница в уровнях есть. В данном случае разница в уровнях 3%. Что он зарабатывает? 375 рублей константа, если при условии, что 150 балбонцев. Дальше он зарабатывает 150% со своего оборота. На 0,09, потому что он находится на уровне 9%. Умножаем на 34. Курс по ОП. Что дальше? Дальше зарабатывает разницу в уровнях. Оборот его ниже стоящей команды 750 балбонцев. 750 балбонцев зарабатывает разницу. В данном случае разница 3% составляет. 6-9 на 0,03 и умножаем на 34. Итог суммы 459 и 765. И за 3 недели он заработал 1599 рублей. 1599 рублей. Опять обратите внимание, не предел мечтаний. 1599 рублей. Он продолжает в том же духе. Уровень ответственности. Да, кстати, скажите, пожалуйста, ответственность, уровень ответственности при таком его отношении, скажем так, только если он делает 150 балбонцев и чуть-чуть рекрутирует, а в основном как тут команда из-под низу бьет, бьет, бьет. Уровень ответственности низкий. Эффективность по отношению к тому результату, который он запланировал, она нулевая. Ну, соответственно, уровень ответственности в этом бизнесе низкий, доходы низкие. Продолжаем. Пятое. Он сделал свои 150 балбонцев. Дальше его команда сделала 900 балбонцев. Он находится на уровне 9%. Почему? 900 плюс 150 – это 1050 баллов, соответственно, 9%. Соответственно, команда находится на уровне 9%. Разница 9 минус 9 – это 0%. Что происходит? Происходит следующее. Сколько он заработает? 375 рублей константа. Дальше от 150 от своего оборота 9% на 0.09 и умножаем на 34. Равняется 459 рублей. Все. В этом примере он больше ничего не зарабатывает. И в итоге 834 рубля. 834 рубля он зарабатывает. Он растет. Директорская команда растет. Уровень ответственности по отношению к его результату его бизнес не повышает. Делает все то же самое. Но, возможно, он посещает обучение. Возможно, он изучает и так далее. То есть готовится к старту. И в итоге, предположим, он делает свои 150 баллонцев, а ниже стоящая команда сделала оборот 1650 баллонцев. Соответствует чему? 12% он вышел, команда вышла на 9%. Разница в уровне есть? Конечно, есть 3%. Сколько он зарабатывает? 375 рублей константа. 375. Дальше 150 баллонцев умножаем на 0.12 на его личные выплаты с его личного оборота и умножаем на 34. Курс баллов. Дальше с 1650 баллонцев сколько он зарабатывает? 3%. Потому что разница в уровнях есть. 1650 баллонцев умножаем на 0.03 и умножаем на 34. В итоге, смотрим, 375, 1785, 1785 и 612. В итоге он заработал 2772 рубля. 2772 рубля. Менеджер уже на 12% заработал практически 3000 рублей. Что произойдет дальше? Дальше интересная картина будет. Дальше его подожмут. Он будет на уровне 12% и его команда сделает оборот. 1800 баллонцев, предположим, те же 12%. 12% разница в уровнях 0. Сколько он заработает? Он заработает 375 со своего оборота и плюс 12%. 375 по пример клубу и 12% со своего оборота. Суммарно, вот здесь я вот так напишу, чтобы место у нас... Суммарно он заработает 987 рублей. 987 рублей. 15%. А, вы не успеваете за ходом мыслей писать? Никто это будет за мыслей. Да, ну, хорошо, хорошо, я понял, понял. Давайте начнем дальше. Восьмой случай. Выглядит следующим образом. Он делает 150 баллонцев. Ему команда сделала, предположим, 2850 баллонцев. 2850 баллонцев. В чему соответствует? 15%. 12%. 2850 плюс 150. Чему соответствует? 15%. 15%. Разница в уровнях 3%. В итоге, 375 рублей это константа, пример клуб. Дальше, со своего личного оборота он зарабатывает 15%. 0.15 умножаем на 34%. Разница в уровнях есть? Разница в уровнях есть. Зарабатывает 15 минус 12, 3%. 2850 баллонцев. 2850 умножаем на 0.03 и умножаем на 34. В итоге, что он получает? 4947. Сейчас, минуточку. 2907. 2907. 2907. 2907. И, 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 и 765. 765. 5. Сумма за каталог его доходов составила 4047. 4047 рублей. Менеджер 15% при такой сетке в раскладе, да, структура заработал 4047 рублей. Структура растет. И получается девятый вариант развития событий. Интересный вариант. Его поджимают. 150 баллонцев. Вот здесь вот, предположим, структура дала оборот 3000 баллонцев. 3000 баллонцев соответствует 15. Плюс его 150. Это 3150. В любом случае, это 15%. 15%. 15%. 15%. Разница в уровнях 0. 375 рублей он зарабатывает по пример клубу. Что еще зарабатывает? 15% от своего оборота. 150 умножаем на 0.15 и умножаем на 34. Равняется 765 рублей. 765 рублей. В итоге он за каталог заработал. Заработал, заработал. Сейчас один момент. 1140 рублей. 1140 рублей. Менеджер уровня 15%. Ну, в начале, помните, да, самый первый, любой бизнес должен приносить деньги. У менеджера 15% заработал 1149 рублей. Дальше. Дальше. Больше. А дальше он растет по карьерной лестнице. Его поздравляют с новыми уровнями. У него в голове картина вообще не состыковывается. Вроде бы карьерный рост идет, уровни растут, а денег нету, да? Ладно, он понимает, что он не увеличивает свою ответственность по отношению к своему бизнесу. А если не понимает это, то наша с вами задача донести. Еще вот здесь вот нужно было донести. Ну, продолжаем. Такой вот, как вот мне тут выражение на днях, понравился пылесос, да? Ну, то есть он просто находится в директорской ветке. Он молодец. Он делает свои 150 балбонцев. Он все равно что-то делает. Он молодец. Но пока-пока вот просто находится здесь и не повышает ни эффективность, ни уровень адреса. Но в итоге 4850 балбонусов его команда сделала. Команда по сетке премиальных вышла на уровень 15%. Ну, она так и находилась, да? Он вышел на уровень 18%. Почему? 4850 плюс 150 соответствует 5000. Это 18%. А это 3% с разницей. 375 рублей полно. Например, клубу Константа. Дальше, со своих 150 балбонцев он зарабатывает 18%. Ну, соответственно, курс балла 34. 150 умножить на 0.18 и умножить на 34. Дальше, разница есть? Разница есть. 4850 балбонцев умножаем на 0.03. и умножаем на 34. Сейчас, минуточку, я прям стрельну быстренько глазочечком, глазочечком. Что у нас он тут? 18% наш новый-то заработал. 4947. 4947. И плюсиком 918. 918. Если все три суммы сложить, то он 6 240 рублей. 6 240 рублей заработал. Группа растет. Он делает свои 150 балбонцев. И группа вышло наоборот 5000 баллов. 18%. 18%. 0. Соответственно, что он зарабатывает? 375 и 18% со своего оборота. В данном случае, вот так вот обведу, эта сумма у него составит 1293 рубля. 1293 рубля. Менеджер 18% заработал. Идем дальше. Ну, дальше уже старший менеджер в квалификации директора. По идее, карьерный рост. Ему вот здесь говорили, что вдруг там 30-40 тысяч у тебя будет. Давайте смотреть. А друг вот, ну, не напрягается друг, да, скажем так. Делает 150 балбонцев свои. Дальше 7300. Возьмем. 350 балбонцев. 7350 балбонцев. 22% Почему? Потому что это 7,5. Если смотреть по карьерной лестнице, 22%. 7350 балбонцев. До 7,5 не дотягивает. Это 18%. Соответственно, вот они. 18%. 3%. Разница 22 минус 18. Это 3%. Что он зарабатывает? 375 рублей он заработал. В любом случае, это его. Дальше он зарабатывает 22% от своего личного оборота. 150 умножаем на 0,22 и умножаем на 34. Дальше он зарабатывает разницу в 3%. От каких баллов? 3750 балбонцев. Умножаем на 0,03 и умножаем на 34. В итоге по суммам это составит 7497. В итоге суммарно за каталог он заработал 8997. 8997 рублей. Карьерный рост. Ну и соответственно, все. Его выжили, поджали. 150 балбонцев. Здесь 7,5 тысяч балбонцев. Ну, понятно. Я сразу сумму обведу. Зарабатываю. 375 и плюс 22% со своего. Это 1497 рублей. Короче, я тысячу заработал. 1400 и... 1497. Парень пришел в бизнес, да? Теперь, смотрите. Самое... Еще такой момент в данной ситуации. Вот эти вот суммы... 8,9... Ну, 9 тысяч. 6,240. 2,77. То есть, когда есть разница в уровне. И ее на практике при такой построении структуры вообще не бывает. То есть, это настолько на практике невыполнимо, потому что, если вышестоящий наставник есть мы с вами в активных боевых действиях, в любом случае мы вот эту вот плеяду выжмем. И вот эта вот прослойка в его 150 балбонцев, она вообще никак не сыграет. На практике есть куча людей, которые делают по 150 балбонцев и зарабатывают 987, 834, 680. То есть, со своего оборота и с оборота, соответственно, пример клуба. Вот здесь вопрос есть. Теперь вопрос в том, что. Что же делать? Все просто. Когда я приглашаю новичка, когда вы приглашаете новичка, когда вы пришли в бизнес, возможно, эта информация для вас сейчас новая, и вы чуть-чуть в таком вот, ну, недоумении, да, почему же так. Все просто. Наша с вами задача повысить уровень ответственности и быть эффективными по отношению к тому результату, на который мы пришли. Какой, повторюсь, какой уровень ответственности у этого человека к его результату, к его бизнесу? Это только 150 балбонцев и клиентская база. Ну, в итоге, да, возможно, он что-то рекрутирует, пытается. Наша ответственность по отношению к этому человеку, как наставника, какая? Наша ответственность... Как? Ну, примерно, примерно, самое первое, на первом же этапе показать другу, если ты не начнешь понимать этот бизнес, если ты не в будущем, в ближайшем, на самостоятельность не перейдешь и будешь только находиться в той группе, которую я веду, которую ведут менеджеры, ты в этом бизнесе не заработаешь. Что тебе нужно делать? В определенный момент, вот здесь, либо здесь, но по факту ты должен быть готов чуть ли не сразу начать отстраивать вторую команду. Как же поменяются его доходы, когда он начнет отстраивать вторую команду? Повторюсь, вторую команду начнет он отстраивать. Если кто-то, среди здесь сидящих, не строит вторые команды, то, возможно, новость будет, да? Вторую команду вам наставник точно строить не будет. Он вам покажет, расскажет, он вас научит на директорской команде, как это делать, а дальше включаются ваши цели, ваши амбиции. Если цель и амбиции попробовать, то, скорее всего, ситуация будет складываться вот таким вот образом. На уровне старшего менеджера вы будете зарабатывать, они будут зарабатывать, да, полторы тысячи рублей. Две команды. Я сейчас буду просто, вот я накидал некоторые картинки, да, как будет ситуация меняться вообще с двумя командами, чтобы было понимание. Предположим, пришел новичок, 150 болгонцев. Вот эту вот первую картинку вы, как наставники, все-таки держите в голове, потому что один из критериев ведения хорошего бизнеса – это люди должны зарабатывать деньги. Вы в определенный момент решили отпочковаться, да, то есть повысили уровень ответственности, стали уже не на планерке приходить к своему наставнику, а сами стали вести планерки для своих приглашенных людей. Вот появился у вас первый человек, вы для него уже провели планерку. Появилось там два человека, вы какое-то обучение для них. Кстати, кто уже для своих людей проводит не систему наставника, а вот сам для своих людей? Есть такие? Это вот называется повышением уровня ответственности, то есть по-другому не сработает. Как вообще формируется, да, допустим, вот здесь вот есть наставник, тот человек, который вас пригласил в свою команду, он в любом случае какую-то команду сформировал. Вот здесь где-то находимся мы с вами, вы с вами, ну вот любой новичок, кто вот сюда. Кто сформировал команду, кто источник мотивации, вдохновения, впечатлений, обучения и так далее. Да вот этот вот человек, он знает, как это делать. В любом случае он работает с вами, но чтобы вот дальше у вас был карьерный рост, чтобы вы начинали уже, чтобы мы начинали вести свои команды, что нужно сделать? Ну, банально, просто на схеме покажу. Вот перекинуться вот сюда, уйти, взять уровень ответственности и сформировать свою команду. Как сделать так, чтобы ваши люди стали расти по карьерной лестнице? Обучить их, чтобы кто-то из них взял уровень ответственности, перекинуться сюда и не напрягая вот этих вот людей, стал формировать, не напрягая это ключевой момент, не напрягая этих людей, стал формировать свое обучение, свою команду и так далее. Только вот таким вот образом эта система дублицируется и работает. Ну, предположим, вот по этой схеме начали формировать вторую команду. И первая группа дала оборот 600 балбонцев. Это вот как раз директорская команда, самая первая. И вторая ветка, которую вы ведете самостоятельно, которую новичок ведет самостоятельно, дала оборот 150 балбонцев. А вот теперь нужно нам вместе с вами считать. Давайте рассказывайте, на каком уровне находитесь вы по сетке премиальной? 9%. На каком уровне находится первая команда? 6%. Вторая? 3%. 3%. Сколько компаний вам за вашу работу с первой командой выплачивает? 3%. 3%. Со второй? 6%. 3%. Со второй? 6%. Как будет формироваться, подсказывается? 375. Еще раз? 375. 375 константа, согласен. 150 умножаем на 9. 150 умножаем на 0,09 умножаем на 34. Так. Потом 600 умножаем на 3 процента, на 3,4. Умножаем на 34. Потом 150 умножаем на 6 процента, на 3,4. Да? Кто не согласен? Сколько получается? Подсказывайте. Умножать надо. Надо умножать, наверное. Не, я реально не считал. То есть я на вас надеялся. Я понятия не считал. 459, это для первой. 459, так. Должно читать. Нельзя можно сразу на 3 процента, например, на 0,03? Нет, ты там умножешь на 3 процента. То есть там умножешь на 3. 612. Где? Вот здесь вот? Так. Сколько? 306. 306. Сколько суммарно? Еще раз? 1377. Нет. Еще 377. 1751. 1752. Смотрите, я просто напомню вам, вы писали, когда человек был на уровне 9 процентов с разрывом, да, в 3 процента. Что-то 1600 у него было. Дальше. Первый пример. Второй. Человек растет, делает свои 150 балбонцев. Вот эту вот команду, давайте просто по примеру, вывел наоборот 1200. 1200. Вот эту вот команду вывел наоборот 600 балбонцев. Подсказывайте. Эта команда на каком уровне? Где 1200, 1099 процентов. Где 600 баллов? На каком уровне? 6 процентов. 1200 плюс 600, 1800 плюс его 150, 1950. На каком уровне находится сам человек? 12 процентов. Подсказывайте, сколько он будет зарабатывать. 375 константа. 375 константа. Что дальше? 155. Ой, 150. Ой, 150 умножаем на 0,12 умножаем на 34. Это будет 612. Сколько? 612. Да, это 612. 612. Дальше. Разница какая? 9 и 12 минус 3. 3 процента. Здесь 6 процента. Соответственно, что происходит? 1200 умножаем на сколько? На 0,03 и умножаем на 34. 600 баллов на сколько умножаем? На 0,09. 0,06 умножаем на 34. Подсказывайте. Кто уже засчитал, успел? Женя, ты допустим тематику показываешь своими личиками? Если показываешь, то на этом уровне. Смотри, я показываю первую группу только. У меня есть прям слайд, где вот эти все просчеты. Если он не начнет рекрутировать вторые команды, третьи, и так далее, мы оговорим эти моменты сразу, то в итоге нечего начинать. За полторы тысячи рублей никто не готов ничего делать. Ну это смотришь, если человек не начинает особо рекрутировать. Ань, здесь знаешь, здесь это у меня так. Есть люди, которые начинают отстроить вторые, третьи команды с определенного уровня. То есть у всех свои системы, скажем так. Я хотел показать данным просчетом, что если человек не начнет в какой-то определенный момент рекрутировать, то в итоге ничего не будет. Сколько у кого получит? 1224, вот так. И так же тоже. 1224, 1224. Сколько суммарно? 3435. 3435. 3435 на уровне 12%. Идем дальше. Это был второй пример. С одной веткой. С одной веткой. На уровне 12%. Сколько было? Кто писал с одной ветки? 2000. 2700. 2700. Поехали дальше. Это в идеале, которого не бывает. Да, 150. Третий пример. 150, это группа сделала 1700 балбонцев. Эта группа сделала 1300 балбонцев. В итоге человек находится на каком уровне? 15%. Эта группа на каком уровне? И эта? 9%. 9%. 9%. Соответственно, с каждой группы какой процент выплачивается? 6%. Здесь 6%. Здесь 6%. 375 рублей константа. Состав 50. Ну понятно. 15%. 150 умножаем на 0,15. Умножаем на 34. Дальше. 1700 балбонцев. На 0,06. 1700 балбонцев. Умножаем на 0,06. Умножаем на 34. 1300. Ну понятно, что тоже на 0,06. 1300. Умножаем на 0,06. Умножаем на 34. У кого хорошо с математикой? Кто быстро сосчитает? 765. Это где? В первом. 765. 3,27 в третьем варианте. 3,27 в третьем варианте. Что это? 2,652, наверное. Нет. Обанкротились? Нет. 3,468. 3,468. Нет. 2,652. Вы же не так. 3,468. Вот вторая строчка. Вторая строчка неправильная. 6,468. 3,468. Вот здесь. Женя, модель, телефон, всех разный. 2,652. А последний? Последний 2,652. 2,652. Какая сумма? Уже хорошая. Ну поинтереснее, согласен. 8,586. 8,586 рублей. 7,260 у меня получилось. Давайте в диапазоне напишем. 6,440. 6,440. 3,75 прибавляли. 7,260, правильно? 7,260. 7,260. 7,260. Имейте в виду, так же и бизнес. Сколько людей, столько мнений. 7,260 на уровне 15%. Шатка-валка, но более-менее приемлемо, скажем так. Далее. Человек сделал 150 балл бонусов. Эта группа дала оборот 3,5 тысячи балл бонусов. Эта группа дала оборот 2,400. 2,400. На каком уровне находится? 15%. На каком уровне находится? 15. 15. 15, а на 12. Даже, даже, да, да. 12. Я вас проверял. Ну, соответственно, сам человек на уровне 18%. Разница. Вот с этой группы, ему фирма за его работу с этими людьми выплачивает 3%. С этого 6%. 6%. 375 рублей константа. Далее. Со своего оборота сколько он зарабатывает? 150 умножаем на 0,18 умножаем на 34. С оборота этой группы. 3,500 умножаем на 0,06. На 3. На 0,03. 3. На 0,03 хотел прибавить. Не удалось. На 34. 2,400. 2,400 умножаем на 0,06 умножаем на 34. Подсказывайте. 918 в первом. 918. 3,570 в втором. 3,570. Может, я опять неправильно. Сейчас проверим. 3,570 и... 3,570. Второй раз? Нет, нет, нет. Это проверяли. А, все, понял. 4,896. 4,896. Правильно? Да. Сколько? 375 прибавили? Да. 9,759. 9,759. Рублей. 9,759 рублей. Ну, и последний банальный пример. Просто вот если ситуация таким вот образом складывается, если человек ведет две команды, он выходит на уровень 22 процента, делает 150 балбонцев. Первая команда у него дала оборот 4,5. Вторая команда дала оборот 3,5. Эта команда находится на уровне 15 процентов. Эта команда на уровне 15 процентов. Разница везде какая? 7. 7. 7. На сколько? 15, 20, 20. 7? 7. 7 процентов. 7 процентов. 375 рублей константа. Далее 4,500. Нет, это свое. 150. Давайте по системе. Все, правильно. Я же всегда сначала 150 писал. 150, 150 умножаем на 0,22 и умножаем на 34. Далее 4,500 на сколько умножаем? На 0,07. И умножаем на 34. 3,500 умножаем на сколько? На 0,07. Умножаем на 0,07 и умножаем на 34. Сколько в итоге? 1122. 8,330 в последнем? Может, опять неправильно. 8,330 в последнем? Да, в последнем. В последнем. Где 3,5? 8,330. Есть. В последнем. Так, по-чему, считайте последний. Да, да, да. Все наоборот. И? Надя, ну подсказывай. 10,710. 10,710. 10,710. В итоге сколько? 25. 2637. 2637. 2637. 375 прибавили, это важно. Очень важно. 537. 537. 100 рублей. Это важно. 537. 20,537 на уровне старшего менеджера за 3 недели. Ну, как дополнительно, куда-то что-то, по идее, может быть. Уровень ответственности. Он научился вести вторую команду, не побоялся, стал эффективен. Вот, в плане эффективности, такой вот момент еще и уровень ответственности, можно повышать уровень ответственности и быть эффективным, но не достигать результата. Например, если человек стал готовить какое-то мероприятие, образно, он согласился за какой-то блок быть ответственным, он повысил уровень ответственности, повысил. Он подготовил там мероприятия, люди пришли, он людей пригласил, я образно рисую, людей пригласил, о, люди пришли, всем мероприятие понравилось и так далее. Но дальше что произошло? Дальше он не отработал контакты. Вот здесь об эффективности данного мероприятия речь вообще не идет, потому что отработка контактов нулевая. В плане результата он тоже нулевой. Дальше человек берет уровень ответственности, предположим, за ведение презентации вебинаров. Повышает это нормально, люди должны уметь читать презентацию. Он читает презентации на вебинарах, но для своих людей, для своих приглашенных он не читает презентации. Эффективность по построению вторых команд нулевая. Что у человека в общей картине складывается тогда? А формируется примерно следующее. Он в бизнесе, он вроде что-то делает, а результата нет. Потом у него пропадает энтузиазм, то есть внутренняя энергия какая-то что-то делает, да? Ну и в итоге он подвисает на каком-то уровне. Он может там висеть долго, если не поймет, где он неэффективен. Эффективность достижения результата с минимальными затратами по-другому. И ваша задача, как наставников, понимать, где люди не... Они могут за все быть ответственны, но на результат эффективность будет у них нулевая. То есть понимаете, о чем говорю. Ответственность можно взять, ответственность нагрузить нельзя. Если я, как наставник, пытаюсь кого-то через силу нагрузить уровень ответственности, думаю, с позиции того, что вот я его сейчас нагружу, он начнет что-то делать, но если он не понимает, для чего он это будет делать, это сравнимо с тем, что... Представьте, вы помогаете кому-то, дяде, да, однообразно рисуете, дом строите, таскаете мешки песка, там по 20, по 30, по 40 килограмм. С каким энтузиазмом будете строить? Ну, наверное, первый час, второй, а на третий уже как бы свалите оттуда. И такая же ситуация, вы те же мешки таскаете, но строите себе дом, фундамент свой закладываете, стены себе и так далее. Как будете строить? Совсем по-другому. Поэтому, когда, если вы нагружаете ответственностью кого-то, да, вы понимаете, что человек понимает, что в итоге он должен где это применить. Либо презентаться со знакомыми, либо отработать потом какие-то контакты. По-другому просто уйдет. Давай, 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 уйдет потом. Ну, если я доступно объясню. И четыре схемы последних. Три команды. Самое эффективное – минимум вести три команды. Это эффективно и по деньгам, и по временным ресурсам. И вообще просто. Кто может больше, введите больше. Ну, с определенной эффективностью. Кто не может больше, не надо больше. Братни, последние четыре схемы. 150 балбонцев. Три команды. Первая команда дала оборот тысячу балбонцев. Вторая команда дала оборот 600 балбонцев. Третья команда дала 150 балбонцев. Ну, третья команда запустила самую последнюю. В итоге вы находитесь на уровне 12%. Первая команда находится на уровне 9%. Вторая на уровне 6%. И третья команда на уровне 3%. Давайте считать. 375 рублей константа. 375 рублей константа. С тысячу балбонцев. Сколько вам фирма за вашу организационную работу воплачет? 12 минус 9. 3%. Далее 12 минус 6. 6%. 12 минус 3. 9%. Считаем. 150 умножаем на 0.12. Эта фирма выплачивает вам с вашего оборота. Умножаем на 34. Равняется. Дальше 1000 балбонцев. Это первая директорская команда, на которой вы учились, на которой вы практиковались, оттачивали навыки. Это 3%. На 0.03 умножаем на 34. Вторая команда, где 600 балбонцев. На сколько умножаем? На 0.06 умножаем на 34. Третья. 150 умножаем на 0.09 умножаем на 34. Помогайте. Еще раз. 150 на 0.12 на 34. А где 612? Рублей. За первую строчку. 375 рублей. Следующий. 150 умножаем на 0.12. Ровно 612 рублей. А, 612 равно. Я думаю, где не так написал. Третья. 124. Третья. Третья строчка. Ну ладно. 1224. Так. 159 в последнем. 459? 459. А где тысячи считать надо? Считать надо. Раз так. Считать. Срезание углов. Сколько? 1020. 1020. Что-то все с конца начали. А это будет 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. 3 690. Рубля этот троллинг сыграет. 150. Эта команда вышла на 150. На полторы. Эта команда на 1100. И эта команда на 650. Команда на уровне 9%. Команда на уровне 9%. Команда на уровне 6%. Вы находитесь на уровне 15%. Разница 6% с первой команды. Со второй команды разница 6%. С третьей команды разница 9%. Вот здесь 9 написал. В итоге... Правильно написал 9. Все верно, да. 9. Математика не мой, конек, что ли? Киплю же. 375 умножаем. 150 умножаем на 0,15. Умножаем на 34. 765. О, отлично. 765. Дальше. 1500 умножаем на 0,06. Умножаем на 34. И? И нет. Все сутки. 1100 умножаем на 0,06. Так. Ой, 0,06. Да. 9, 6 на 0,06. Умножаем на 34. Вот здесь вот. Нет, 650 умножаем на 0,06. А 9 процентов. Четвертая строчка умножаем на 0,09. А, да я вас проверял. Конечно. Молодцы. На 0,09 умножить на 34. Так. 1900. Это где? 1900. Последний. 1989. 1989. Последний. 2,244. 2,244. 3,60. 3,0,60. 3,0,60. Какая сумма? 8,433. 8,8,433. Ну, более-менее. Третий пример. Предпоследний. 150 балл бонусов. Это команда на обороте. Ну, прирост в каталог, допустим, балл в 500 идет. 1600 здесь. Здесь у нас получается 1250. В итоге вы находитесь на уровне 18%. Эта команда находится на уровне 12%. Эта команда находится на уровне 9%. И эта команда находится на уровне 9%. 375 рублей константа. Дальше 150 умножаем на 0,18, умножаем на 34. Равняется. 918. Отлично. Далее 2000 умножаем на 34 и умножаем на 0,06. Далее 1600 умножаем на 34 и умножаем на 0,09. 0,09. Далее 1250 умножаем на 34, умножаем на 0,09. А может, не задание что-то сделаем? Как вариант. Есть результаты по нашей бухгалтерии? Последние 3,825. 3,825. 3,825. 14,725. Много или нет? Сколько? 14? 790 в первом. Так или много? 790 вот здесь вот? Сейчас я перечитаю. Это много, да. Просто складывает все предыдущие. Предыдущие 4,896. Это вот эту? Да. 4,896. 4,896. Вот здесь, да? 4,896. 4,896. Какая сумма получилась? 14,094. 14,094. 14,094. Да. 14,094. А знаете, что мы с вами сейчас считаем? Ваши деньги. 150, последний пример, когда вы вышли на уровень 22%. 150, 2,700, первая команда. Вторая команда, 2,700. Там более ответственный человек по отношению к первым скачок сделал. И третья команда, 2,700. Вот они, три команды. Здесь уровень 12%. Здесь уровень 12%. Здесь уровень 12%. Вы на уровне 22%. 375 рублей константа. 150 умножаем на 0,22. Умножаем на 34. Далее. Если я в одну формулу просто объединю, у нас 3 команды по 2,700. Умножаем на 2,700. Умножаем на 34. И умножаем на разницу 22-12 на 0,1. Равняется. Вот здесь, да? Да. 27,540. Здесь. 1122. 1122. Суммарно за 3 недели. 29,37. Что? 29,37. А, мне указано 30 с чем-то. 29,307. Правильно? 37. 29,37 рублей. Да. 29,37 рублей. Умножаем на 17 и делим на 12. Что я сейчас хочу сделать? Посчитать, сколько в месяц это будет выходить. Для чего? Для того, что многие привыкли. Умножаем на 17 и делим на... В год это 496,000, но практически полумиллиона в год. Ну, нормально, что ли? В месяц. В месяц это 41,136 рублей. И, соответственно, первая схема, которую я показывал, полторы тысячи рублей. Тот же старший менеджер, тот же уровень директора. Вот, примерно это такой маркетинг-план. Кто будет что-то вам говорить, что в Арифлэм денег нету, они не разобрались в маркетинг-плане, они не знают, как делается бизнес. Ну, и я считаю, что если люди говорят, что я был в Арифлэме, я там ничего не заработал, он лентяй, не взял уровень ответственности и не был эффективен. Все, спасибо.